Мы сегодня на самом деле находимся в состоянии ужасного безвремения. Надо научиться по-другому дышать, по-другому двигаться, по-другому думать в конце концов. Те, кто сегодня играют в войнушку, они, наверное, не помнят того, как жили их родители, бабушки и дедушки, как они переживали войну, эвакуацию, оккупацию. А это тяжелейший опыт. Чем вы спасаетесь? Что вы делаете, чтобы не сойти с ума? Жизнь идет, а я подчиняюсь. Мысль о том, что я не смогу вернуться домой, она меня, на самом деле, жутко удручает. То есть вы даже про день рождения забыли? Абсолютно. Я вас не поздравила. В день моего рождения мы сидели вдвоем с Андреем дома. Ничего не устраивало я, ну, кто-то звонил. То есть я не хотела даже застолье устраивать даже на пять минут. Настолько было такое ощущение, что праздновать нечего. Ну, совершенно просто. Мы привыкли жить, следуя некоторым автоматизмам. И вот этот автоматизм, который так полезен в повседневной жизни, он сейчас начинает мешать. Потому что, видимо, наши автоматические реакции сегодня не годятся. И мы это не совсем еще прочувствовали. Я думаю, что такие вот периоды глубоких перемен, они порождают глубокие перемены в человеческом поведении. Но человек всегда немножко опаздывает. Требуется какой-то латентный период, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. Третьего дня мы прилетели из Москвы в Берлин. Мой друг Саша Смолянский в этот же день повел меня на автобусную станцию, где туда приезжали беженцы с Украины. И вот мы оказались в кругу, приехавших с Украины беженцев, среди которых не было ни стариков, ни мужчин. Потому что мужчины все на фронте воюют, а старики побоялись уехать. Потому что у них это чувство дом, огород, вот этот вот маленький мой мир, который создан за всю их жизнь, они его побоялись оставить. Поэтому главный персонаж – это женщина с одним или двумя или тремя детьми. И немецкое государство, которое всегда достаточно отзывчиво ко всяким бедствиям гуманитарного порядка, оно еще ничего не успело сделать. И поэтому там были исключительно добровольцы. Это были какие-то студенты немецкие, берлинские, жители Берлина, которые приехали и этим людям помогали. Ну, единственная государственная была подмога – это то, что дали им бесплатные симки. Но они не умели их вставить в телефон, пожилые женщины. И вот эта молодежь помогала им сообразиться с этими бесплатными симками. Они работают по Германии и по Украине, еще, по-моему, может быть, даже по России, точно не помню. Кормили, поили. И эта отзывчивость горожан, берлинцев, меня страшно поразила и тронула. Потому что мы привыкли относиться к западным людям, как к людям... Ну, сердечно – это мы. Это русская отзывчивость, это русская душа, это мы добрые и великодушные. Нам эта русская литература рассказала о том, какой мы прекрасный народ. А про немцев мы ничего хорошего из нашей литературы почерпнуть не могли. А здесь был такой наглядный урок потрясающего сочувствия к гонимам. А вот эти вот женщины, которых вы встретили в первый же день свой в Берлине, какие они были, что они говорили, что они делали? Картина, надо сказать, очень тяжелая. Очень тяжелая. Автобусы прибывали в этот день каждые 15 минут. Это выходило 50 человек совершенно растерянных, усталых, замученных дорогой. Обычная дорога там занимает сутки или двое, в зависимости от того, из какого района Украины идет автобус. И, кроме того, разные маршруты доставки людей этих в Берлин через всю Восточную Европу очень разными путями они попадают. И, конечно, в состоянии находятся все величайшие растерянности, подавленности, страха и отчасти радости. Радости, что им удалось вынырнуть из этой, в общем-то, западни, в которую они попали. В 1887 году лингвист и окулист Людвиг Заменгхоф опубликовал книгу, в которой предложил концепцию единого международного языка. В качестве названия этого нового международного языка очень быстро прижился псевдоним Заменгхофа – «эсперанто», что значит «надеющийся». Лексикон «эсперанто» был заимствован из самых популярных языков мира. При этом в нем не было запутанных исключений и грамматических форм, а все слова и предложения строились по очень простым и понятным правилам. В этом и была главная идея Заменгхофа – создать универсальный язык, который можно легко выучить и на котором будут общаться люди со всего мира. Поначалу идея «эсперанто» вызвала большой энтузиазм. Сообщества эсперантистов стали появляться по всей планете, а самого Заменгхофа 12 раз номинировали на Нобелевскую премию мира. В начале 20-х годов 20-го века у «эсперанто» был даже шанс стать официальным языком только что созданной Лиги нации. Но делегат из Франции углядел в этом угрозу французскому языку и проголосовал против. В 30-е многие эсперантисты попали под жесткие репрессии, и распространение языка сильно замедлилось. Вторая мировая окончательно добила идею эсперанто. Главным международным языком стал английский. В нашей новой реальности актуальность английского только выросла. И если вы понимаете, что вам надо оперативно выучить его или подтянуть, то сделать это можно в онлайн-школе английского языка Skyeng. Там помогут освоить язык, построившись конкретно под ваши задачи. Форматы максимально разнообразные. Часовые уроки с преподавателем на темы, которые вам интересны, разговорные клубы с другими учениками и даже тематические курсы. Например, английский для маркетологов, айтишников или для прохождения собеседований. Интенсивность и время уроков вы выбираете сами. А заниматься можно из любой точки мира. Достаточно доступа в интернет. Образование наших детей – основа их будущего. А сейчас особенно важно поддерживать и мотивировать их, помогая получать новые знания и навыки. У Skyeng есть отдельное направление для детей и подростков – SkySmart. В него входит не только изучение английского, но и дошкольные программы, основных школьных предметов, подготовка к экзаменам и даже шахматы и программирование. Чтобы оценить достижения ребенка, преподаватель после каждого учебного модуля проводит 10-минутную встречу с родителями и обсуждает прогресс ученика. А детям, которые пошли в иностранную школу, учителя SkySmart помогут справиться с домашними заданиями, адаптироваться под новую учебную программу и снизить уровень стресса из-за резких перемен. По промокоду SAVE3 можно получить три дополнительных урока по любому предмету для детей. А по промокоду MINE3 – три урока английского для взрослых. Все подробности учебы в Skyeng и SkySmart по ссылке в описании. Алеша, я в Германии, я сейчас совершенно не могу разговаривать. Через часик позвоните, пожалуйста. Пока. Еще не все в курсе, что вы в Германии? Никто не в курсе. Я же уехала вот так. Я уехала, потому что мой сын Алеша пришел и сказал, так быстренько собирайтесь, поехали. Я говорю, куда? Ну, в Германию, наверное. Куда? И он нас действительно, мы доехали до Абудабы, каким-то дико сложным путем, через Абудабы, Тель-Авив, Берлин. Вот какой был маршрут. И надо сказать, что я когда приехала и так немножко очухалась, то, конечно, первая мысль была о том, что мы попали в какую-то историческую рифму. 1922 год – это отъезд из России сословия дворянского, интеллигенция, писатели, художники, журналисты. То есть это мощная русская эмиграция, которая состоялась ровно сто лет тому назад. И сегодня, я просто знаю, сколько людей уже сегодня уехало из Москвы. Сколько? Я просто по своим знакомым могу судить. По моим знакомым человек 10-15, при узком круге моих, достаточно моих знакомых. Но вообще я была в аэропортах и видела эти самолеты. В общем, на самом деле народ-то из России очень сильно сейчас уезжает. Но это можно понять. Это совершенно нормально. Это отъезд от войны, потому что сколько она продлится, насколько она будет кровавой, совершенно сегодня невозможно предсказать. Потому что, в общем, на самом деле все зависит от, думаю, от воли одного человека. Человека, который, как мне представляется, совершенно не понимает, в каком он мире живет. Ощущение такое, что он в каком-то бункере сидит, и ему подается какая-то совершенно особая отдельная информация, не соответствующая действительности. Потому что, если бы он был более осведомлен о жизни страны, о жизни своего народа, то он не поставил бы свое государство в такое ужасное положение, в котором сегодня находится Россия, российский народ. И будущее совершенно неясно и темно. Я хочу понять причину, по которой люди едут из России. Формально им ничего пока что не угрожает. Это генетически? Я думаю, что это исторический опыт. Я думаю, что это опыт бабушек, дедушек, которые все-таки каким-то образом учитываются. Я все время, пока мы ехали, я все время вспоминала мою бабушку. Она мне рассказывала о том, как они эвакуировались из Москвы в Башкирию. Там в Башкирии я и родилась. О том, как они собирались в течение очень короткого времени. Дед в это время еще сидел в тюрьме, был в заключении на Дальнем Востоке. И она за короткое время очень тщательно собралась. Она вообще человек был высокоорганизованной. И взяла швейную машинку. Это было совершенным безумием, потому что это было очень тяжело. Это была кабинетная зингеровская швейная машина. Она, между прочим, у меня стоит до сих пор дома, потому что это такая семейная реликвия. Потому что эта машинка спасла семью от голода. Бабушка шила на людей и своими пошивочными делами кормила семью. А шить она научилась, потому что она кончала гимназию. А в гимназии девочек учили домоводству и рукоделию. И поэтому бабушка была идеальной, приспособлена к жизни. Это самые ее уроки домоводства и уроки рукоделия привели к тому, в конечном счете, что она эвакуацию выдержала с величайшим достоинством. Вот как бы семья... Ну, конечно, все было очень скудно и убого, но, в общем, она все вытянула это на себе. И научилась, как она мне рассказывала, доить козу. Ее учила местная башкирка какому-то хитрому способу, который она никак не могла воспринять. Она доила козу кулаками, сжатыми такими кулачками. И бабушка говорит, я доила эту козу и плакала. Я думаю, что молока у козы было меньше, чем у меня слез. Потому что мне все время казалось, что я ее делаю очень больно, потому что надо было сжать по-живому. И вот такие навыки городского человека, в неизвестно каком поколении горожанка, которая с пишущей машинкой оправляться умеет, а с козьими сосками никак. И вот это воспоминание бабушки об ее эмиграции, об ее эвакуации, они все время у меня сейчас не выходят из головы. Даже я вспомнила вещи, о которых, казалось бы, забыла. Вот память все-таки вдруг... Поэтому я подпитываюсь немножко такой семейной историей, понимая, что, в общем, это не самое плохое, что может быть, вот эта ситуация. Потому что в то время, когда семья наша жила в эвакуации на Урале, дед еще досиживал свой срок, и потом он приехал туда же к бабушке на один день нелегально, каким-то невероятно сложным путем. Он пришел, это рассказ уже бабушке, он вошел в дверь, они обнялись, поцеловались. И в это время снова к дому пошел человек, было видно из окна. И дед сразу встал за дверь, вошел человек и сказал, к вам только что вошел мужчина, где он? То есть его выследили. Но бабушка сказала, что я ничего не знаю, вот человек этот ушел, дедушку провел в этом доме до ночевремя, и ночью ушел на станцию, и сложными путями добрался до Москвы. Но дед был очень мощный и ловкий человек, он как бы, советская власть, как он говорил, научила его решать задачи, которые бы он не научился решать, не будь этой власти. Такие специальные задачи выживания. А его же потом еще раз посадили уже? Нет, он... Второго моего деда сажали три раза, а этого деда только один. Дело в том, что оба мои деда сидели. А второй мой дед был просто интеллектуал, и в специальности его была демография. Причем он был первый человек в России, который стал заниматься современной демографией, то есть демографией России после революции. Сажали его три раза. Последний раз его выпустили в 55-м году, в 56-м году он умер. И надо сказать, что письма его послужили для меня очень большим и важным таким ориентиром в жизни. И я впоследствии не так давно написал роман «Лестница Якова», который, в общем, весь посвящен ему. И для меня сегодняшняя ситуация вызывает у меня улыбку. Она сложная, но вызывает у меня улыбку, потому что я все время внутренне сравниваю себя с теми, своей сегодняшней ситуацией, с той ситуацией, которая была у моих дедов и бабушек. Я в несоизмеримо более благоприятной ситуации нахожусь, хотя я уехала из дома, я оставила дом, я оставила, ну, собственно говоря, почву. Мне очень трудно сейчас. Я думаю, что я приспособлюсь. Когда-то я довольно прилично знала язык в детстве, но сейчас я его постараюсь восстановить. А мой муж Андрей вообще очень хорошо знал язык немецкий. Сейчас тоже сидит, слушает какие-то немецкие уроки. И главное, что мы совершенно не знаем, сколько продлится наше пребывание в Германии. Хотелось бы, конечно, чтобы недолго. Но никто ничего не знает. Такой степени неопределенности, как сегодня, у меня не было в жизни никогда. Я вообще человек, любящий строить планы. И строю планы на сегодня, на неделю, на месяц и на год. Годов у меня уже осталось не так много, потому что самой много уже лет. Но вот это ощущение бессмысленности планов, оно меня очень сильно сейчас поменяло. Поэтому вот эта идея, что жить надо сегодняшним днем, она делается все более и более важной. Что жить надо сегодня, потому что прошлое мы поменять не можем, а каким будет будущее, мы тоже не можем ничего предвидеть. Это состояние такой полнейшей неопределенности заставляет очень ценить сегодняшний день, сегодняшнюю минуту. И поэтому, Катя, я очень рада тебя видеть, потому что это сегодня, здесь и сейчас. Сделайте мне кофейку и себе. И знаешь, главное еще, что я в этом доме, в моем, так сказать, я довольно плохо ориентируюсь. Кофе я буду варить, кажется, в кастрюльке. Ну, варите кофе в кастрюльке. А, Люся, вот же кофеварка. А, давай, ты умеешь ее пользоваться? Нет. А вы умеете пользоваться кофеваркой? Кто-нибудь есть такой продвинутый? Не уверен. Так, сейчас, подождите. А ты принесла кофе, да? Нет, не приносила. А, так у вас нету? Так у меня... Котик, я здесь второй день, ты понимаешь? Ладно, давайте чай. Ну, вы бы сказали, что вам кофе нужно, я бы кофе принесла. Котик, я приехала позавчера. Я еще... Я в магазине была только один раз. Мы нашли кофе, Максим нашел кофе, тихо. А, какой молодец. Ой, как пахнет, понюхайте. Да, ну, уже надо промолоть. Надо. Может быть, еще надо мельницу найти? Нет, вот по идее... Так, тихо, я все поняла. Сейчас. Чашки, чашки. А, чашки там есть. О! Понимаешь, здесь с моего ничего почти нет. Хочется прямо это, чокнуться. Я очень рада вас видеть. А почему вы уезжали в итоге? Кать, ты понимаешь, в чем дело? Я некоторое время там и назад сказала, все, я больше не рулю. Вот я всю свою жизнь все время рулила. Я отвечала за себя, за мужа, за детей, за внуков. Ну, как бы так сказать, я была ответственным лицом. И настыл какой-то момент, в прошлом году, когда я сказала сама себе, я больше не рулю. Вот жизнь идет, а я подчиняюсь. И рулит теперь Алеша, мой сын. И Алеша в какой-то момент сказала так, мать, быстро собирайся, поехали. И я... И вы не спросили, почему? Ну, мне было совершенно ясно, почему. Вопрос был ясен, просто, может быть, у меня бы не хватило решимости и дерзости совершить такое, такое, в общем-то, бегство. Это... Я понимала, что это, в общем, эвакуация. Он меня эвакуировал. На самом деле. Что вы с собой взяли? Я могу тебе сказать, что мой чемоданчик весил семь с половиной килограмм. То есть даже до десяти он не дотягивал. Ну, вообще-то, в принципе, я никогда не путешествую с большим количеством вещей. Вот. Поэтому я очень легонько собралась за 15 минут. Кать, ты видишь, что я, на самом деле, в общем-то, в порядке, да? Да. Я в доме, окружена друзьями, между прочим. И здесь у меня достаточно много друзей. У меня вот на будущей неделе вечер, на который придут русские, живущие в Берлине. Потом я пойду в другой город с выступлениями. И, в принципе, моя жизнь, в общем, не очень сильно меняется. Но вид из окна другой. Это немецкая симметрия. Я смотрю и на этот аккуратно вычищенный двор. Все такое квадратно, прямоугольно, правильное. И ужасно тоскую по нашим кривым дворам, по той российской кривизне, в которой мы привыкли жить. У вас из окна было видно гнездо вороны, с которой вы уже сроднились. Совершенно верно. Совершенно верно. Как там вороны? Да, там мои вороны, там живут мои вороны. Ну, надо сказать, что здесь я тут тоже парочку ворон видела, так что, может быть, я здесь найду и гнездо какое-то через какое-то время, откуда они вылетают. А может быть, у них здесь комфортабельные квартиры, двухэтажные скворечники. Квадратные. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. В общем, некоторая квадратность и геометричность немецкой жизни, она меня, она мне не по нутру, конечно. Я более криволинейный человек, скажем так. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Когда я училась в школе, у нас была такая смелая, что ли, школа. И не учительница истории, а учитель физики однажды сказал такую фразу. Он спросил, как вы думаете, почему каждые 50 лет в мире происходит война? Ну, что-то все растерялись. Он говорит, потому что к этому моменту тех, кто ее на самом деле помнит, больше не остается в живых. А новые переписывают историю по-своему. И я вот сейчас почему-то вспомнила эту фразу. Катя, прошло 80 лет. Официально поколение 20 лет считается. Ну, наверное, сейчас 25. Мерка поколения. Значит, 3-4 поколения прошло. Я войны не помню. Я родилась во время войны. Мне в будущем году будет 80 лет. Людей, которые меня старше, не так много. Среди моих подруг я вообще самая старшая. Вот. Поэтому я думаю, что это соображение совершенно имеет, ну, так сказать, оно очень существенно. Действительно, те, кто сегодня играют в войнушку, они, наверное, не помнят того, как жили их родители, бабушки и дедушки, как они переживали войну, эвакуацию, оккупацию. А это тяжелейший опыт. Вероятно, они плохо читают книжки. Вероятно, они не изучают историю. Потому что ответственность людей, которые сегодня устроили этот балаган, кровавый, она чрезвычайно велика. И я думаю, что это вещи, которые обсуждаться будут не только на страшном суде. На страшном суде, конечно, да, но и будет какой-то суд вроде Нюрнбергского или Гаакского, который будет рассматривать действия людей, которые сегодня эту войну затеяли. Потому что всегда есть вопрос, а почему идет эта война? И мы всегда вспоминаем такой термин, как народно-освободительная, война за независимость. А это как бы оправдывает военные действия. В данном случае никаких оправданий быть не может. Потому что два города, Луганск и Донецк, они оказались триггером в войне, которая сегодня идет на территорию Украины. в Польба в Киеве. Перед Киевом стоят войска. Я сегодня переписывалась с моим киевским приятелем о ужасном подавленном настроении Киев. И все это ответственность на самом деле одного человека. Или очень небольшого количества людей. Ответственность их, конечно, чрезвычайно велика, и ответ они нести будут, я так думаю, за это. А чувство вины испытывают совсем другие люди? Я не знаю. Вы испытываете? Я испытываю чувство стыда. Мне очень стыдно, что наша страна заняла такое ужасное положение в мире. Понимаете, все-таки я никогда не была поклонником социалистических, коммунистических идей, но, скажем, Ельцинско-Горбачевская Россия, она все-таки была, давала картинку терпимую, скажем так. То, что происходит последние 20 лет, возвращает нас не просто к советским временам, а к тяжелым советским временам. Мы еще не дожили до 37-го года, но он вполне уже рисуется, потому что общий тренд сегодняшних точечных таких акций, которые постепенно расширяются, уже не сотнями задержанные, количество задержанных измеряются, а тысячами. И очень тревожно за молодежь, которая выходит на митинги. Сын моей подруги был задержан, попал в милицию, был избит. Почему-то у него содрали с шеи крестик. Это что-то такое совсем новое, потому что мне казалось, что современные волкодавы вполне примирились с образом церковной жизни. Как-то они туда вошли и довольно там уютно себя чувствуют. А нет, крестик сорвали. Я подумала, ага, какой-то новый поворот. И даже подумала, а все-таки христианство еще живо, если оно таким образом работает. Еще какая-то сила еще осталась. если есть люди в сегодняшних правоохранительных органах, для которых крестик является опасным знаком. Еще одна вещь, которая как будто бы вернулась, массовые коллективные одобрения. Мне казалось, что это написано, что это все не соответствует действительности. мне так казалось. Но недавно я тут посмотрела более внимательно в интернет и поняла, что это моя иллюзия. Что на самом деле действительно очень многим людям нравится современная власть российская, они ее поддерживают. Значит, мы будем жить в такой стране. Ну погодите, вы же помните коллективные осуждения, коллективные изгнания, парицария. Ну как же, я прекрасно помню мой единственный гражданский поступок, когда на площадь вышли эти несчастные семь человек по поводу оккупации Чехословакии, во всех институтах научных устраивания, во всех учреждениях устраивали политминутки, такие собрания, митинги с осуждением тех негодяев, которые протестуют против ввода войск в Чехословакии. Я, естественно, тоже была, я была в это время в институте общей генетики, я работала, нас согнали всех на собрания, я специально села около задней двери. Вот одна дверь около президиума, другая дверь в задней части зала. Сидел я так, чтобы выйти к моменту голосования. Вот настал момент голосования, я, значит, быстренько к двери трусливо, но она оказалась заперта. И я, значит, девушка, молодая, нарядная, на высоких шпильках, прошествовала при полном молчании зала, прошествовала через весь этот зал и вышла, когда начали голосование. То есть это поступок выйти из зала? Это был мой единственный поступок за всю жизнь. Потом ко мне подходили мои старшие друзья и не друзья и говорили мне, мы тебе завидуем, да я не мог выйти, потому что у меня лаборатория, а я не мог выйти, потому что у меня через два месяца защита, а я не мог выйти, ну и по разным причинам. Я правильно сделала, что я вышла, но ведь меня с работы сократили через два месяца, при первой же, возможно, удобной ситуации. На этом закончилась моя профессия генетики. На этом я, с этого места начиная, я пошла совершенно другим путем. Мне очень нравилась наука генетика, она мне до сих пор очень нравится, но вот мне пришлось с ней расстаться, потому что Наташа Громаневская вышла на площадь. Вам страшно было идти вот эти там сколько, 10 метров по залу? Я не знаю, мне даже трудно ответить на этот вопрос, потому что я знала, что я не могу поднять руку. Мне поднять руку было бы гораздо более трудно, чем выйти в эту ситуацию, проголосовать с осуждением мне было труднее, поэтому я вышел. Сейчас люди, которые подписывают коллективные письма в поддержку спецоперации или с осуждением тех, кто выступил против, им страшно или они пытаются что-то сохранить? Я посмотрел список подписавших поддержку этим военным действиям, и я поняла, что там есть ряд людей, которые подписали, потому что у них коллективы, потому что они пытаются сохранить свое дело. Это может быть дело жизни, это может быть театр или студия или какое-то другое учреждение, скажем, библиотека, институт больницы, да-да-да. Ну, я полна сочувствия к этим людям, но я думаю, что если бы они все не подписали эти письма, то это было бы лучше, если бы они не подписали письма поддержки власти. понимаете, я отвечаю только за себя, у меня нет... Мне легко. У меня нет никого, кого бы я представляла. Вот. Ну, это та причина, почему мне никогда не хотелось быть начальником, чего бы то ни было. Я хочу отвечать за себя, не хочу отвечать ни за кого другого. молчанием или вот этой необходимой поддержкой можно ли на самом деле сохранить свое дело? Я думаю, что можно. Можно, да? Я думаю, что можно. Я думаю, что театр сможет пережить лихие времена, ставить Мольер или Дидро. Мольер тоже очень опасная вещь. А уж Дидро. Ну, я не знаю. Ну, придумают какую-нибудь поднятую целину. Да, какой-нибудь репертуар придумают. Сохранят как это, мускулатуру театральную. Дело в том, что я довольно осознанно с юных лет сама создавала вокруг себя мир, в котором я живу. я общалась только с теми людьми, с которыми мне хотелось общаться. Я ведь почти не ходила на службу. Я в моей жизни только два года ходила на официальную службу, где вынуждена была иметь начальство, ну, в каком-то смысле подчиненных. Это когда вы работали в институте? Я работала в институте педиатрии лаборантом. Потом был период, когда я работала в театре. Я работала за флитом. И это была вольная работа. То есть работы было много, но я не должна была с девяти до пяти там сидеть. В общем, был свободный график. Довольно осознанно я пришла к тому, что я работаю тогда, когда мне хочется. я работаю не меньше, может быть, больше, чем работает человек, который ходит на службу, но я работаю все-таки по своему режиму. И это чрезвычайно важное обстоятельство в моей жизни. Я никогда других людей не знала. Я всегда жила в стане оппозиции, так или иначе. Но это ж трудный путь, неприятный. Я ничего не могу поделать с этим. Понимаешь, это началось очень рано. Я прекрасно, я очень точно могу обозначить точку, когда началось мое социальное существование. Когда? На следующий день после смерти Сталина в школе собрали большое собрание. Мне было 10 лет. В актовом зале собрали всех школьников, директор школы, учителя, все были зареваны, все плакали. А я стояла в этой плачущей толпе и чувствовала себя глубоко несчастной, потому что мне плакать совершенно не хотелось. И я, мне очень хотелось разделить общее чувство. Я хотела быть со всеми, но я не могла, не было во мне этого чувства. Я себя, этот момент я для себя отметила. Я потом его очень много раз в жизни переживала. Когда все смеялись, а мне было не смешно. Когда все плакали, мне плакать не хотелось. И поэтому, может быть, я так люблю своих друзей, потому что моими друзьями с юных лет оказались те самые уроды, которые не плакали, когда надо было плакать. И не смеялись в то время, когда все аплодировали и выражали восторг. И так была устроена моя жизнь. Так я с этого я начала и, вероятно, этим я и кончу. Ничего не поделаешь. Смотрите, ну, вот ваше самое раннее детство было связано с семьей Эльгер. Да. Это семья большой советской писательницы в большом советском сталинском доме. Более того, сталинская премия, она была очень модной дома. И именно у нее в доме, если мне не изменяет память, вы в свои десять лет нашли и Пастернака, и Мережковского. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что Маргарита Осина была человеком хорошо образованным. Она вообще из Одессы выходец, одесский, и библиотека у нее была совершенно замечательная. Она очень рано начала ее собирать и продолжала ее собирать всю жизнь. И я очень благодарна Маргарите Осине за то, что у меня был доступ к этой библиотеке. Да, конечно, и Цветаева, и Ахматова. А Ахматова я у нее в доме просто живьем видела. Мы сидели с ней за столом, так как я сижу сейчас с тобой. Мы с Машей какую-то чушь несли. С Машей или гердочкой? С Машей или гердочкой какую-то чушь между собой несли. Я была в большом смущении. То есть вы понимали, что это Ахматова? Нет, ну, конечно. Вот. А Маргарита и Анна Андреевна сидели молча, а мы с Машей какой-то лепетали какие-то детские глупости. У нее было 19 лет. Ну, я понимала, что кто сидит за этим столом, я прекрасно знала, конечно, уже. Так что посмотрите на меня. Это называется передача. Да, прямая передача. Да, я видела Ахматова, я с ней сидела за одним столом. Но если... Я видела Бродского, я с ним сидела за одним столом. Но если получается, что у Алигер были книжки Цветаевой, Пастернака и Мережковского, то можно ли предположить, что кто-то из Единой России или, не знаю, Госдумы или Совета Федерации тайком, я не знаю, читает «Медузу» или переводит деньги в ОВД-Инфо? Кать, я совершенно не представляю себе, что это за люди. У меня даже нет знакомых-знакомых их. Не просто я не знаю никого оттуда. У меня даже нет знакомых, которые бы с ними общались. Я вижу их в телевизоре. Я... Ассоциация, конечно, с советскими временами полная. Это чиновничий мир, в котором все живое уничтожается напрочь. Там абсолютная схема. Эта схема постоянно воспроизводится одними и теми же словами. Схема скучная, унылая, безрадостная, очень неталантливая. Она основана на вере или на приспособленчестве? Нет, безусловно. Это, конечно, не вера. Это, конечно, концепция. Это концепция службы, службы государства. Это концепция службы государства, которая хорошо оплачивает твое старание. и таких идеалистов, которые были там в начале советской власти, уже нет. Это люди, которые получают очень хорошее вознаграждение за свою точку зрения. Они ее сменят в тот момент, когда за другую точку зрения будут больше платить. Сто процентов. Сто процентов. Ты так не считаешь? Нет. У нас может быть возможность в этом убедиться. А может, нет. Я просто все пытаюсь найти какие-то крючки, какие-то ниточки, которые могли бы нас с ними может быть даже не объединить. Я знаю, какие эти ниточки. Тут надо обратиться к Нюте Федерместер. Все люди болеют. Все люди болеют и умирают. У этих людей самых с моей точки зрения отвратительных по своему поведению, по своему социальному служению есть дети, есть родители, они болеют, они умирают, случаются семейные всякие травмы, семейные несчастья, и это делает нас, ну, как бы, это нас всех роднит. То есть поговорить с ними мы сможем только на смертном адре? Да. Нет, ну, не на смертном адре, а только в той зоне, где речь идет о жизни и смерти. Потому что, когда речь идет о жизни и смерти, многие политизированные вещи вымирают. Хорошо, но вот сейчас, когда умирают солдаты русские, умирают солдаты украинские, умирают мирные жители, это ли не крайняя точка, в которой можно поговорить, но из официальных источников мы слышим только полное одобрение и поддержку этому? До тех пор, пока их собственные дети не пошли воевать. Потому что я знаю, что дети огромного большинства наших руководителей нынешних, они на самом деле все получают западное образование и большая часть их, видимо, находится на западе. Во всяком случае, вот я была года два тому назад на острове Кома. На озере Кома. На озере Кома. И там виллы через одну принадлежат русским. Это люди большого бизнеса всегда связанные с политикой, потому что большой бизнес сегодня скрещен с политикой очень тесными связями. Потому что никакой большой бизнес сегодня без связи с государством не существует. Надо обязательно как это старое слово русское замечательное с Ивана Грозного повелось оно дача. Вот эта дача она, конечно, существует по сей день и имеет очень большое значение. Сегодня ее называют коррупцией заграничным словом. Но, в общем, это, конечно, все на личных отношениях, на денежных делах построено. Наши правители очень богатые люди. Это определенное. Получается, что, по большому счету, стратегия людей, которые в России не были в общем хоре, ни к чему не привела? Я не знаю, насколько это была осознанная стратегия. Я, по-видимому, принадлежала к той части инакомыслящих, которая просто не желала принимать участие в советской жизни и старалась принципиально держаться подальше от государства, никак с ним не пересекаться. Я знала людей, которые с этим государством находились в конфликте и боролись с ним. Моей подругой была Наташа Грабаневская, которая таки вышла на площадь. Я была хорошо знакома с Юлием Марковичем Даниэлем и несколько таких знаковых фигур мне были знакомы. Ну, я знакома с Марью Васильевной Розной до сих пор. По тем временам с ней познакомилась еще в молодости. Поэтому я всегда знала, что существует какое-то количество людей, совсем немалое в пределах моего круга общения, которые категорически не воспринимают власть, которым она отвратительна, и которые живут не против нее, а как минимум мимо нее, вот стараясь с ней не пересекаться. Это очень важный момент. Смотрите, ведь вы же и в ельцинские, и Горбачевские времена вы тоже не демонстрировали такого единодушия с... Абсолютно. Никогда. Никогда этого не было. Более того... То есть нельзя сказать, что вот то было ваше время... Не-не-не-не. В 91-м году, когда... Был путь? 19 августа произошло, было несколько часов, когда я могла говорить «наше», когда я чувствовалась, что я принадлежу к какому-то сообществу. Но это было очень короткое время, потому что я сказала, ну вот посмотрим, вот если сейчас произойдет люстрация коммунистов, если коммунистическую партию сейчас отменят, то, может быть, я скажу «да». Но поскольку этого не произошло, то я так и осталась в стороне. Вообще, мое место пожизненное еще совсем задолго до того, как я стала профессиональным писателем, это место наблюдателя. И мне всегда это было очень интересно наблюдать. Может быть, мой выбор профессии тоже был желанием быть наблюдателем, потому что генетика человека – это наблюдение за человеком. В этом смысле я, собственно говоря, профессию не меняла, потому что вот это существо двуногое с ручками, с пальчиками, оно, конечно, фантастически интересное. Ничего более интересного из твари земной на самом деле нет, чем человек. Ничего более прекрасного, ничего более отвратительного. Поэтому я должна сказать, что я продолжаю наблюдать. Мне не всегда удается эти наблюдения сформулировать и воплотить в какую-то литературную форму какую-то. И поэтому я пишу дневники. Поэтому я пишу каждый день, что происходит, смотрю по сторонам. Это очень интересно. А как вы думаете, почему тогда они не отменили Компартию? Мне кажется, это какая-то тоже может быть ответ на то, что происходит сегодня, что не отменили Компартию, что не назвали репрессии репрессиями, что не запретили упоминание Сталина? Кать, ну вот это же и есть причина возврата к Советскому Союзу. Вот это самое не запрещение коммунистической партии. Почему не запретили? Был момент. Потому что люди, которые вели перестройку, были к этому не готовы. Они оказались в большой степени, то есть вот, они были советскими людьми. Надо было выскочить из этой картинки советского человека, чтобы это разрушить. Оказалось невозможным. Как оказалось невозможным вынести Ленина из Мавзолея. Это Мавзолей. Это Мавзолей. Это пирамида Хеопса. Она стоит. Фараонов нет, а этот знак власти он присутствует и он давлеет. Вот так же давлеет эта самая идеология и Кремлевская стена и захороненный там товарищ Сталин до сих пор. Я была в Мавзолее как раз еще в школьнице в тот момент, когда там лежали два трупа Ленина и Сталина. Единственный раз нас повели в школе. Год, видимо, был 55-й. Да. Я эту картинку очень хорошо помню. Поскольку я всегда увлекался историей, именно историей древнего мира, то я помню, что у меня было совершенное ощущение торжества истории, потому что ну, мумии фараонов, они до сих пор существуют. И вот это современные мумии, вот это ощущение, что до сих пор это длится, эта мысль меня тогда как-то поразила. Ну, вот мы с этими мумиями до сих пор живем. Эти мумии до сих пор дают дают энергию современной властью, подпитывают ее. вот сейчас такое ощущение, что начинается новое отсчет времени. Мы еще не вполне это осознали, но, в общем, какая-то точка, как кончилась когда-то советская власть, вот так же кончилось и вот это промежуточное положение, когда можно было думать, что Россия в этом колебании между Европой и Азией пойдет европейским путем. Но она пошла своим путем. Этот путь очень нам из истории хорошо известен, к чему он приводит. Вы можете прочесть что-то из дневников, что может быть обнароданного, касающегося вот этих дней? Тогда мне придется несколько минут на это потратить. Ну, естественно. Попробуем. Дневники мои давно уже существуют не в бумажной форме, а в компьютере. Поэтому, когда компьютер сгорит, можно будет поискать в облаке что-нибудь. В нескольких словах написанные русскими классиками Достоевским или Толстым о войне может быть полезно для нас сейчас, чтобы понять нынешнюю ситуацию. Безусловно. Хотя в разные годы своей жизни Толстой совершенно по-разному относится к войне. Достаточно сравнить казаков с войной и миром. Достоевский написал важные слова о войне, которые, к несчастью, нашли многих поклонников. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну. Он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней. Пролитая кровь важная вещь. Нет, война в наше время необходима. Без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами. Не уверен, что эта позиция Достоевского могла бы сегодня заслужить хорошую службу. Эту цитату вполне могут использовать современные ястребы. Правда, не думаю, что они книжки читают. Это я вам прочитал отрывочек из своего дневника. Ты понимаешь, я родилась во время войны. И я считала, что нашему поколению дико повезло, что мы прожили свою жизнь без войны. Но оказалось, что война пришла на самый ее конец. Мне в будущем году будет 80 лет. Но это очень большой кусок времени. 80 лет не было большой войны в России. Маленькие были. Мы знаем, что они шли по окраинам. Была Чечня, был Кавказ, даже Прибалтик. Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Осетия. Да, все эти были. Но это все были спецоперации. Теперь мне очень нравится это новое слово замещение. Теперь у нас война называется спецоперацией. И вот то, что нам приходится конец жизни жить при спецоперации, это ужасно. Так надо было померять раньше, но не получилось. Вот придется нам еще эту картинку досматривать. Хотелось бы, раз уж мы сюда попали в такое время, хотелось бы увидеть, что это все-таки закончится каким-то не таким мучительным и кровавым образом, как кончались с предыдущие войны, что все-таки удастся как-то остановить и локализировать этот процесс. Но пока что не видно, пока что идет только расширение. И поэтому мы все сидим в интернете, мы все ловим новости каждые 15 минут, что там произошло. Все ужасно. Это еще ужасно с точки зрения, ну, если отвлечься от сегодня и подумать про будущее, это ужасно с точки зрения нескольких поколений вперед? Кать, это очень интересная проблема, она, в общем, чисто демографическая на самом деле. Россия страна баб. Это женская страна, потому что начиная с 1904 года значительная часть мужского населения убывает по трем причинам. Первая причина война, вторая причина тюрьма. У нас очень большое население, большая часть населения мужская в тюрьме. У нас и в Америке, кстати говоря. И третий алкоголизм, который тоже отнимает большую долю мужского населения. Алкоголик не гражданин, он ни в чем не участвует, только в очередь за водкой стоит. Вот эти три фактора, которые уменьшают мужское население. И это причина, почему у России женское лицо. У войны лицо делается все более женским, потому что мужчин делается все меньше и меньше. Сегодня еще этот процесс, если он дальше пойдет, то у нас через какое-то время, как в Израиле, будет женская воинская повинность. Я, в общем, на самом деле очень этого боюсь. Почему? потому что для чего вообще нужна армия? Армия нужна для охраны границ. Да? Значит, когда границы стабильны, то не нужно много армии. Когда границы все время трещат и дрожат, то армии нужно много. вот что сейчас произошло с российско-украинской границей. Там нужна армия, чтобы ее удерживать в том порядке, который намечен сегодняшней власти. А сейчас чем вы занимаетесь? Сейчас чем я занимаюсь сейчас? Я сейчас отчасти занимаюсь дневниками, отчасти пишу сейчас выступления для Швеции, потому что я получила в Швеции премию, то есть Ленце-премию, это не германская премия. Мне надо написать выступление для Гамбурга и вскоре для Швеции. Там определенный семинар будет. Касается очень важная тема, тема границы. Граница в самом широком смысле этого слова. И вот на это выступление я как раз сейчас спешу по проблеме границы. А я не знаю, вот вы пишете выступление, как вообще какие-то сейчас такое абсолютное ощущение, что слов нет, сказать ничего. А слов нет. Ну вот потому так трудно и писать, понимаешь, что действительно мы перешли какую-то границу, вот весь мир перешел сейчас какую-то границу, которая требует пересмотра всех наших понятий, представления о жизни, уклада нашего, вот всего того, к чему мы привыкли, включая наш режим рацион питания, там завтрак, обед, ужин, вот пересмотру подлежит все, вот как бы жизнь очень глубоким коренным образом меняется. Я еще не поняла всех ее, так сказать, поворотов, но совершенно ясно, что проснулись в новом мире. Он совершенно неожиданный, и я не думала, что я до этого доживу, честно говоря. О чем вы будете говорить на своем выступлении в Швеции? Это границы, начиная от антропного принципа, то есть от тех физических параметров, при которых вообще может существовать жизнь, до тех границ, которые человек выстраивает сам для своего существования, о границах человеческих возможностей, возможностей, о границах человеческих, человеческой нравственности, о тех законах, которые человек сам придумал для выживания и сам же не может исполнять. Вот это вот тема закона внутри нас и закона снаружи. Вот это на самом деле тема очень зыбкая, важная. И я, при том, что я пишу сейчас об этом выступление, мне это выступление очень важно еще для самой, потому что когда ты пишешь, ты и сам какие-то вещи для себя определяешь. А там есть очень много деталей и нюансов, которые требуют нового подхода, нового взгляда на них, потому что сегодня мы оказались в мире, где многие наши избитые представления, привычные нам понятия требуются наполнить новым содержанием, уточнить, а некоторые, может быть, отвергнуть и отказаться от некоторых наших представлений. Да, потому что, смотрите, вся ваша русская литература, вообще, все какое-то миропредставление предыдущее, научат тому, что нельзя нанести мир войной. Казалось бы. И тот, кто нападает, обычно, следуя исторической логике, проигрывает. В некотором смысле каждая война обречена на поражение. Даже если она победоносная в какой-то своей фазе, то поражение наступает позже. Оно бывает моральное, необязательно материальное. И последствия войны, они на самом деле непредсказуемы. Сейчас, находясь в Германии, я вижу, что Германия, потерпев поражение во Второй мировой войне, она, плоды этого поражения оказались замечательными. Германия сегодня процветающая страна с правом, законом, очень социально благоустроенная. А Россия, которая одержала победу над Германией во Второй мировой войне, она живет гораздо хуже, чем страна побежденная. Вот страна-победительница оказалась в конечном счете страной поражения, потому что сегодняшняя Россия живет гораздо хуже, чем Германия. и с этим это совершенно очевидно. Почему это? Следует подумать. Я думаю, что здесь много разных причин, и одна из них, конечно, это несменяемость власти, это негибкость власти, потому что, конечно, наилучшей властью является та власть, которая имеет связь с обществом, которая находится с ней в диалоге. Потому что в конечном счете государство, сама идея государства, это идея диалога между обществом и правящей элитой. И до тех пор, пока этот диалог не оказывается плодотворным, до тех пор государство находится в бедственном состоянии. Вот этот разговор общества и власти, он в России сегодня почти не существует. Чем вы спасаетесь? Что вы делаете, чтобы не сойти с ума? Немножко работаю, чуточку. Ну, книжка новая готова уже к изданию, я там ее все облизываю, облизываю, облизываю до бесконечности. А как вы думаете, вас будут издавать в России? Что вообще в издательском мире-то? Ну, если не будут меня издавать в России, значит, найду русское издательство в Германии или во Франции. Еще есть такие. Как быстро этот мир будет скукоживаться, когда кто-то, кто уехал, например, или кто-то, кто выступил, уже... вот это мы узнаем. Вот это мы скоро узнаем. А вы как думаете? Вот. Кать, понимаешь, дело в том, что ведь в России на самом деле нет цензуры сейчас. Ну, она где-то работает не на тех областях, не в литературе. Ну, наверное, она опустится сюда. Пока что, пока что еще не опустилась. С другой стороны, собственно говоря, я никаких заявлений не делала, но подписала какое-то письмо. Нет, я написала письмо. Я написала текст. Написала. Все равно ощущение, знаешь, во сне. У меня нет чувства реальности жизни, знаешь, немножко... Вот сейчас раз-раз и проснусь. И сейчас такая большая работа идет. Да не только у меня, а у всех. Потому как освоится в этом новом пространстве. Это как человек, который живет на земле и в воздухе, вдруг вынужден жить в воде. Вот полная смена среды. Надо научиться по-другому дышать, по-другому двигаться, по-другому думать, в конце концов. Когда вы уезжали, вы понимали, что это... Да. Да. Я так, знаешь, уезжая, прошла по квартире с чувством таким прощания. Вот мои картиночки на стенках, вот иконка, вот вся моя жизнь. Мы сегодня на самом деле находимся в состоянии ужасного безвремения. Вот одно время кончилось, а другое как будто еще не началось. Мы точно не знаем правила игры, которые нам будут продиктованы, нам будут продиктованы через день, два, три, другую. Ну, в общем, очень скоро. я с интересом наблюдаю за этим. Ну, видишь, я наблюдаю из Берлина за этим. И мысль о том, что мне, если я не смогу вернуться домой, она меня на самом деле жутко удручает. Но с другой стороны, я нахожусь в городе. Здесь есть целый район Берлина, который был облюбован русскими с момента революции. И там, кто только там не жил. Русские писатели, художники, ученые. Вот. И Берлин, русский Берлин, это вообще замечательная тема для размышлений. Потому что, как это не поразительно, но именно в Берлин стекались русские гонимые. Казалось бы, Германия всегда была таким каноническим врагом России. Войны с Германией периодически происходили. Чуть ли не следового побоища. Вот. И тем не менее, именно Берлин оказывается тем городом, где всегда концентрируется большое количество русских беженцев. Набоков хорошо об этом написал. Защита Лужина нам дает об этом много чего. Сын Набокова тоже нам об этом кое-что сообщил. Ну, вот это, пожалуй, единственное, что меня сейчас утешает в моем сегодняшнем положении, то, что ничто не ново под луной. И здесь, на этом месте, на том месте, на котором я, только в гораздо более жестких условиях, находились очень многие русские писатели, художники и ученые. Это было сто лет тому назад. запад. Что Запад неправильно понимает про нынешнюю Россию, по-вашему? Я думаю, что он недооценивает угрозы, которые происходят от России. Недооценивает. Вот то, что вот эти переговоры с Путиным недавние, они говорят о том, что они его все-таки рассматривают как политическую фигуру, с которой можно общаться. Но мне кажется, что он уже подошел к этой линии, когда уже с ним никто не будет разговаривать. Расстроит ли вы это? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что чувство реальности совершенно он потерял. Так мне представляется. Мне просто кажется, что сейчас, когда Россия попала полностью в эти жернова культуры отмены, когда отменяют карточки, магазины, заправки, вообще все. И это все касается совсем не тех людей, которые принимали решение о вторжении в Украину, а касается других людей, которые наоборот будут думать, значит, мы правы, наверное. Кать, Россия это страна, выученная беспомощности. Быть безответным это очень по-российски. Вот это российское терпение, вот эта инертность, она на самом деле заложена очень, видимо, глубоко в характере народа. Ну, подумай, вот даже сама история с колхозами. Ведь в колхозы сгоняли насильственно на самом деле. Но потом, когда они рухнули, люди были очень недовольны тем, что они не в колхозе, потому что они привыкли ни за что не отвечать. Они жили очень бедно, но они ни за что не отвечали. Ну, есть урожай, нет урожая. Кому-то навешивали ордена, а кому-то давали выговоры за отсутствие урожая. А сейчас это рухнуло. Это капиталистическая формула, что вот твой труд, вот это, вот это, собственно, и есть, и есть твои деньги. Сколько ты заработал. И выходит, что единственное последнее наше преимущество, оставшееся, это территория и память о большой литературе. Память. Потому что, конечно, ну, с другой стороны, понимаешь, мы все-таки знаем, что есть еще театр, есть еще кино какое-то. Закончится все не сегодня, не завтра. Настроение ужасное. Чувство потери почвы полнейшее. Значит, либо надо какие-то пускать корешки и прорастать, ну, открою учебник немецкого языка. Как вы сейчас себе отвечаете на этот очень важный вопрос, который поставил Мамардашвили, и он-то на него себе ответил. Как вы себе отвечаете на вопрос Родины или Истины? Истины, конечно. Я много лет там и назад, ну, несколько лет там и назад задумывал написать роман. Я не уверена в том, что я его вытяну, но тема туда и обратно. Вот как люди уезжают туда и начало 1922 год. Это история. Это философский пароход. Я сейчас тщательно исследую и читаю все, что по этому поводу написано. Я не уверена, что у меня получится, но рифма историческая грандиозная, просто грандиозная. Кроме того, я в конце 50-х годов общалась довольно плотно с вернувшимися из эмиграции русскими людьми, которые прожили с 20-х годов до 50-х во Франции, а потом вернулись в Россию. И это был чрезвычайно важный для меня опыт общения, потому что они меня на самом деле приобщили к русской культуре, а не ее ту. Тот русский язык дореволюционный, дореволюционный, эта культура, которую они увезли, а потом привезли. Она как бы развеялась, и вдруг они привезли, и оказалось, что это безумно важно. Они уже все умерли, эти люди, но тем не менее, я все время их вспоминаю, потому что они оказались связующей нитью между не мои родители, которые молчали, и не дедушка с бабушкой, которые больше молчали, чем говорили, а именно эти вернувшиеся из эмиграции русские и еврейские интеллигенты осуществили как это этот мой переход к русской истории. Очень им благодарны. И вот это движение несколько человек, есть у меня знакомая семья, не буду называть ее фамилией, это слишком известная в русской истории семья, которые после революции бежали, прожили, полтора поколения прожили во Франции, а после 50-х годов вернулись. Вернулись люди, которые родились во Франции, получили французское образование, кто-то в Сорбонне, кто-то в других местах, а потом постепенно начали уезжать обратно. Один из этих людей попал в Иркуту и отсидел в Иркуте в лагерях, другие потом уехали, а теперь их уже внуки, четвертое поколение, правнуки, приезжают в Россию по туристическим поездкам, они уже русского языка не знают, они уже про себя говорят, у меня есть русский корень, корень. вот эти самые русские корни, они, видимо, очень сильны, потому что вот это уже четвертое, наверное, поколение людей, которые все еще приезжают и все еще ищут дома, в которых жили их, некоторые дома существуют. Один раз с таким человеком мы шли по Петровке и искали дом, который принадлежал когда-то их предкам, нашли его и долго около него стояли и смотрели. это вот место, где жили там прадедушка, прабабушка. Ну, такая судьба России, такая судьба граждан российских. Сейчас мы опять видим этот поток уезжающих, потом увидим поток приезжающих, может быть, через какое-то время, детей, которые выучили язык в доме от бабушки и дедушки, и которые говорят на устаревшем русском языке, на том, которым мы сегодня с вами говорим, который через 50 лет будет устаревшим. Ну, ничего не поделаешь, так устроена российская история. Довольно бессмысленно получается. Ну, какие-то искры из этого высекаются, тем не менее. Все-таки эта культура существует русская, она, в общем, мощная очень. И надо сказать, что и в 20 веке она существует, и послереволюционная очень сильная. И в 21-м тоже существует. И даже в 21-м кое-что есть. Вот, так что будем надеяться, что нас что-то еще ожидает в этом отношении. А потом, надо сказать, что времена благополучные, они для культуры менее эффективные. А времена бедствий, гонений, войн, они как-то стимулируют человеческое творчество. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это довольно сильная стимуляция. Пишите роман. Да. 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 Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие, конечно. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Безопасность. Я не про себя. Где мы с вами увидимся через год? Хотелось бы в Москве. Хотелось бы в Москве увидеться через год. А там, как видно, как карты ляжут. Будет весна, прилетят вороны. Да, будут строить гнездо или починять, как они там веточки таскают и засовывают. Да, это я все очень люблю наблюдать, эту картину. Знаешь, в конце концов, не важно, где мы встретимся, но хорошо бы, чтобы мы встретились в мире, в котором не идет война. Вот это вот очень важно. Это самое важное. вدةх. ВОЗИ October 1st, века, века. Века. Ложенка.